всем привет в данном видео по просьбе нуждающихся будет показано как вытащить жесткий диск harddisk из системного блока да у кого то они еще есть как ни странно и бывает что необходимо вытащить или заменить либо добавить например из старого компьютера в купленный новый чтобы информацию не копировать там по флешкам просто засунуть второй жесткий диск как бы чтобы он не пропадал значит как это сделать но вот у нас есть перед нами системник не заработает он или нет жесткий диск в нем должен быть как минимум один а значит для того чтобы вытащить надо сперва системник разобрать для этого надо снять вот эту сторону корпуса снимается надо откручиваем двух болтов ну как правило двух как правило болтов ну в смысле болтов винтов либо отверткой либо пальцами ну к сожалению старая модель нужна отвертка чтобы хотя у кого крепкие пальцы можно наверное пальцами да значит вот один болт вот почему болт шуруп так второй видно второй не очень видно вот там второй находится сняли теперь крышку ничто не держит можно ее снять для этого нужно сделать вот такое движение в эту сторону ну тут есть специально место для охвата вот так вот просто отдвигается и затем уже иногда с усилием иногда спокойно свободно сваливается вот так более менее легко снимается далее что у нас находится жесткий диск сам по себе находится сейчас увеличу вот он вот это жесткий диск из него торчат некоторые странные вещи возможно для кого то это сетевой сетевые провода ну точнее для энергии подачи энергии идет от блока и данные которые по шине к материнской плате ну естественно их надо отключить а еще обычно жесткий диск завинчен на пару шурупов вот здесь видно там нет не очень так вот здесь вот обычно есть шурупы но вот в этом случае их нет видимо компьютером не пользуюсь решили не приворачивали просто лень не знаю конечно сначала надо выказать два шурупа такие шурупы примерно ну вот здесь выше есть вот вот один шуруп вот второй эти шурупы держат не винчестер а какую то фигню это для флоппи дисков ну наверное не знаю что такое даже не важно значит вы винчиваете шурупы но предварительно лучше вытащить значит все шлейфы разъема из жесткого диска значит вытаскивается он тут надо приложить некоторую силу покачать и выдернуть значит разъем питания тут можно не волноваться в том плане что потом вставить его будет не проблема тут нельзя ошибиться неправильно вставить только специально форма имеет чтобы нельзя было неправильно вставить он просто не войдет туда а если правильно перевернуть то обратно легко входит и шлейф значит шина из коннектора она немножко ну тоже в общем туго выходит особенно в старых ну это как видите старая на 32 все в общем жесткий диск освободили шурупы типа вывернули далее просто надо его вытащить тут ничего не мешает иногда бывает что там видеокарта большая мощная или еще что нибудь торчит тому или ну память обычно не мешает ее тут правда и нет вообще значит сделаю покрупнее вытаскивается вытаскивается подача в эту сторону вот так он выезжает все жесткий диск не вытащили ура далее такой есть аспект момент может быть так видно вот здесь вот есть такие штучки так сейчас сфокусируюсь или не сфокусируюсь вот здесь четыре пары пинов ну в общем суть в том что есть перемычка которая позволяет замыкает контакты таким образом диск становится либо главным либо не главным главный диск это тот на котором стоит операционная система то есть компьютер с нее грузится это не главный диск это тот который является просто для хранения файлов поэтому вот тут важно если вы хотите подключить этот жесткий диск качестве просто хранение хранилище файлов то вам надо эту перемычку либо переставить на следующую позицию либо просто вытащить то есть ее отсутствие также делать диск не главным уже а если же он с операционной системой с которой должна система загружаться на нем она установлена вот ну если вы меняете например жесткий диск то перемычка должна быть в таком положении вроде бы в таком да так значит ну вот вы его вытащили затем желательно из-за чего не трогать хотя можно но только не мохными руками ну убираете перевозит там куда-нибудь вставляете обратно в обратной последовательности все то же самое закрепляется тут вот специальных ножках он будет въезжать туда легонько достаточно так ну вот туда как-то вот все хорошо вот велел или почти все так только крест так в общем вроде он лег на ножке там специальные такие есть может и нет, как крюк в общем, мне не очень удобно боку делать ага, вот вот, видите, здесь появились сейчас дела крупнее пазы для шурупов вот, то есть, вот здесь вы закручиваете шуруп и также раскидистка фиксируется затем подключаете один из свободных, если они у вас, конечно, есть, но должны быть, если потому что, как правило, рассчитано на системные блоки питания на два, как минимум, жестких дисков, поэтому должны быть свободные кончики, значит, втыкаете его, ну, смотри, как чтобы располагать так, чтобы он туда вошел и шину также свободная свободный коннектор, оставлять жесткий диск далее просто включайте компьютер и если все будет нормально, то он вас увидит, если например, система не захочет грузиться, значит у вас где-то есть конфликт вот этих вот главного и не главного, то есть, например, два слейва или два мастера тогда вот ну, компьютер вам просто напишет о том, что ничего не сломается вот, но надо будет опять разобрать и проверить все, что не так в общем, все это достаточно просто так вот